Здравствуйте, мои дорогие. Это вторая часть видео про клинкод. Практическая. Примеры кода будут на джаве. Ну, логично, а какой я должен был язык выбрать? Но я настоятельно рекомендую вам всем просмотреть его. Будет очень полезно. А еще чуть не забыл, в этом видео спрятана вторая часть промокода, соединив который вы примете участие в конкурсе и сможете выиграть книгу Роберта Мартина «Чистый код». Промокод отправляйте в наш чат-бот, ссылка в описании. Итак, поехали по, собственно говоря, коду. Вот, пожалуйста, вам. Для примера самое простенькое название по плохому коду именно с точки зрения названий. Смотрите. Название класса. Ну, кто так называет класс? Вы можете сказать, что он означает? Оно ничего не означает. Это все равно, что называть папки «новая папка» или «new folder». Ну, то есть над названием не думали даже двух секунд. И, естественно, программист, который читает такой код, никогда не поймет, что, собственно говоря, в этом классе делается. Потому что тут это не написано. Согласитесь. Дальше. Первое же поле этого класса. int d. Ну, хорошо, хоть не a1, хотя, в принципе, разница в понимании, что a, что y, что d, в общем-то, одинаково. Название из одного символа для переменной подходит только в одном случае. Если это переменная цикла. int i. Все понимают, что это такое. Это переменная цикла. Не надо писать, что это там. Индекс цикла и так далее. Все знают, что i – это индекс. Это единственный, по-моему, случай, когда переменная из одной буквы всем понятна. Любое другое короткое такое название в один символ будет непонятно. Вот здесь, что такое int d? Ну, не ясно, что. Оно делает вообще даже приблизительно. Хрен знает, что это такое. То же самое касается и названия метода. DoWork? Серьезно? Сделай. Ну, просто сделай работу. Сделай мне хорошо, а плохо не делай. Знаете, этот мематик. Вот это именно оно. Вообще непонятно по этому названию. Помните, я вам в предыдущем видео, кто не смотрел, вот там вот ссылочка, да, рассказывал о том, что методы, классы и все остальное должно быть говорящим. И программист, который читает код, должен понимать, о чем это, зачем это и что оно будет делать. Для того, чтобы не залезать на него, когда он будет читать тот код, который будет вызывать этот код. Понимаете? Для многих новичков непонятно, почему же это все. Ну, то есть, зачем мы так работаем? Ну, ты же смотришь на код, ты же понимаешь, что он делает. Да, ты, когда смотришь на код, ты понимаешь, что он делает. Но! Теперь представьте код, который вызывает этот код. То есть, в каком-то отдельном коде будет написано переменная точка do work. То есть, и что? Что это там делается? То есть, программист, который будет читать этот код, будет вынужден залезть в этот метод, то есть, перейти по ссылочке, да, по VDE-шке, зайти, посмотреть, что же там на самом деле делается. Это бессмысленно. Метод должен быть самоговорящим. То есть, человек, просто увидевший название этого метода, потому что там, где он будет вызываться, будет только название, там не будет тела метода, должен понимать, о чем оно. То же самое касается и параметров. Int-e, чё? То есть, в смысле, а что передается сюда в качестве параметра? Какие-то, что оно должно исполнять и так далее? Вы же понимаете, что в том коде, который будет вызывать этот код, могут быть много разных int-of, и было бы хорошо по названию параметра тоже понимать, что же сюда надо передать. Ну, и здесь тело метода тоже прям вот прекрасное и довольно странное. Что мы делаем? Ну, спасибо, хоть использовали единственное вменяемое название result. Человек, по крайней мере, понимает, что это будет result, который будет потом выводиться. Кстати, обращаю ваше внимание, хотя об этом буду говорить позже, в этом методе еще нарушен single responsibility принцип. Потому что этот метод не только что-то прибавляет, а еще и результат выводит на экран. Это две обязанности. Метод должен делать только одно. Почему так? Потому что, например, unit test на этот метод написать невозможно. Ну, а что он будет проверять? Выдастся ли что-то в system out? Как? Так, перехватом system out'ов, моканьем. Ужасное. Сложно, неудобно и так далее. И переиспользовать код. Понятно, что переиспользовать эту строчку как бы никому не нужно. Но здесь может быть не одна строчка, а какая-то вполне осмысленная бизнес-конструкция. Ее невозможно переиспользовать, потому что этот метод все, что делает, сразу же тут же отправляет на system out и больше ничего с ним не делает. Он его не возвращает. Соответственно, никто не может его использовать. Поэтому это плохой код. Но это другая вещь. Об этом поговорим позже. А здесь пока только про имена. Вот смотрите, как можно было бы написать этот код чисто. Во-первых, класс называется нормально. Калькулятор. Все понимают, что такое калькулятор? Все понимают, что такое калькулятор. Он что-то калькулирует. То есть рассчитывает. Хорошо. Дальше. Поле тоже понятно. Last calculated value. То есть последнее посчитанное значение. Ну, надеюсь, английские в таком объеме понимают все. И теперь нам становится понятен смысл этого поля. Потому что в предыдущем коде... Че? Зачем оно вообще в поле? Шо? Че? Непонятно. Дальше. Метод тут назван осмысленным названием. Add and print. Да, оно плохое с точки зрения single responsibility. В принципе, если у вас название метода сразу используется and, то это совершенно точно означает, что метод делает два дела. Правда? Или может быть даже три. Но в данном случае хотя бы название правильное. И оно позволит программисту хоть и поматериться по поводу того, что вот, блин, две обязанности засунул в один и тот же метод. Но, по крайней мере, понятно, что они здесь засунуты. В предыдущем случае doWork. Что? То же самое касается и параметра. Как видите, здесь понятное название параметра. И программист, который будет использовать хоть минимально обменяемую IDE, увидит название параметра, когда будет писать название метода. Да, и это ему подскажет, что же, собственно говоря, нужно передать в этот метод. Ну и, соответственно, тело метода стало гораздо понятней, потому что мы использовали нормальное вменяемое имя поля и имя параметра. Теперь все гораздо понятнее и яснее. Кстати, вместо result тоже использована сумма, что ближе к ответу. Потому что это не просто результат расчета, а это именно сумма двух переменных. Здесь более понятно, тут согласен. А теперь короткое объявление для разработчиков на ООП языках и продолжим дальше. У вас есть последняя возможность присоединиться к новому потоку моего авторского курса Grasp and Gov Design Patterns. За два месяца вы прокачаете свои хардскилы, а именно попрактикуетесь в использовании шаблонов, узнаете, когда паттерны использовать не стоит. На каждый паттерн вы получите видео-лекцию, записанную лично мной. Практические задания, а также все вебинары раз в две недели с группы, на которых я отвечаю на все возникшие вопросы. Не упустите возможности, регистрируйтесь на курс по ссылке в описании. Теперь давайте поговорим про методы. Вот, пожалуйста, пример плохого кода. Здесь, опять же, встречаются все остальные проблемы. Data Processor, ну, название, скажем так, весьма сомнительное, да? Потому что, ну, класс, обрабатывающий данные. В некоторых случаях избежать такого, скажем, обобщенного названия довольно сложно, но постарайтесь все-таки сделать максимально точное название, которое действительно описывает то, что он делает. Что за данные он обрабатывает? Как он его обрабатывает? Если вместо Data Processor тут было бы написано, не знаю, binary string, не знаю, калькулейтор, было бы намного понятнее, что он именно делает. Понимаете, да? Ну, просто чуть постарайтесь всегда давать максимально точные названия. Потому что Data Processor, ну, это, окей, это понятно, что не просто обжект, да? Но все равно есть вопросы. И дальше тут 200 линий строк кода, мы решили вас не пугать таким кодом. Вам точно не будет это весело на это втыкать. Как это исправить? Исправить это, выделив куски этого метода отдельно, в отдельные методы. Возможно, эти методы потом переместятся в другие классы, возможно, они сами станут классами. Ну, я имею в виду, что из этих методов построится целиком класс. Его, ладно, это отдельный рефакторинг. Если интересно, напишите, я расскажу вам про мой любимый рефакторинг от Мартина Фаулера, который превращение метода в класс. Мне ужасно нравится. Он меня очень много раз спасал в том случае, когда именно большой код, и надо что-то с ним делать. Так вот, делается это именно так. То есть большой кусок кода выносится в класс, таким образом сам метод становится методом, а внутренней переменной полями. Ладно, об этом расскажу отдельно, если вам интересно. Но вот здесь вот, видите, когда программист выделил эти 200 строк кода, разделил на части, на метод retrieveData, validateData, transformData и saveData, нам, во-первых, стало понятно, что же делает, собственно говоря, метод процессData. Он их получает, он их валидирует, он их каким-то образом преобразовывает и сохраняет результат. Согласитесь, это намного более понятно, чем в предыдущем варианте вот эти 200 строк кода, которые что-то делают. Поверьте мне, 200 строк кода читать сложно. Здесь, когда метод состоит из четырех, вызовов четырех методов последовательных, читать его, во-первых, просто, понятно, и каждый из отдельных методов, ну, явно будет не по 200 строк. Но я думаю, скорее по 50. 50 это в 4 раза лучше, чем 200, согласитесь. Ну, вот как-то так. Теперь поговорим про комментарии. Вот, пожалуйста, бессмысленные комментарии. Во-первых, комментарии пишутся всегда исключительно английской. Почему так? По двум причинам. Первое. Вы не знаете, на какой операционной системе будет работать человек, который читает ваш код. Если вы написали условным Windows, а человек открыл на условном Mac OSI, то не исключен вариант, что он просто не сможет прочитать ваш комментарий, написанный украинской или российской. Потому что, сорян, но там немножко разные кодовые страницы. Да, конечно, мы понимаем, что все современные языки вроде бы как должны использовать UTF-8, ля-ля-ля, вот это все. Но иногда это срабатывает не очень. Или иногда вообще не срабатывает. И вы можете просто не прочитать этот код. Кроме всего прочего, при сохранении через гид вполне возможно могут быть проблемы какие-то с мерджем этих строк, написанных не английскими символами. В общем, короче, используйте английский. И второй. Почему надо так сделать? Вы никогда не знаете, сможет ли прочитать этот комментарий человек, который будет его читать. Даже если сейчас на вашем проекте работают исключительно украинцы или люди, знающие, например, русский язык, это не значит, что через полгода туда не придет какой-нибудь индус что-то доделывать. Поверьте мне, он будет очень сильно материться, находя комментарии на русском. Ну, потому что, сорян, но это просто неудобно. Поэтому все, что мы пишем в коде, должно быть исключительно 100% на английском. Запомните это, пожалуйста, придерживайтесь этого строго. Но тут есть вопрос не только потому, что это написано украинской. Тут еще и абсолютно бессмысленный комментарий. Метод называется процесс дейта, и комментарий метод опрацовывает данные. То есть, кто не понимает украинского, метод обрабатывает данные. Это написано в названии. Все, этот комментарий не содержит никакой дополнительной информации. Согласитесь. Поэтому этот комментарий ничего не несет абсолютно. Если бы здесь в комментарии было сказано вменяемо, что же, собственно говоря, будет делаться с этими данными или с какими данными, да, комментарий был бы хороший. Кстати, обращаю ваше внимание, что так комментарии к методу не пишут. Всегда старайтесь давать комментарии, если мы про Java говорим, а это все-таки Java, да? Комментарий к методу должен быть в формате JavaDoc. Так что, во-первых, любая нормальная IDE-шка тут же мгновенно распишет этот комментарий вменяемое, будет показывать при автокомплишне подсказку с этим комментарием, ну, то есть с описанием JavaDoc, что очень облегчит программистам использовать ваш код. Во-вторых, ну, ну а зачем, раз вы его все равно пишете, сделайте уж его по стандарту. Дальше, следующий комментарий. Опять же, бессмысленное бормотание. Просто, ну, что какой из программистов на любом C-подобном языке не поймет, что написано в следующей строчке, когда это стандартная конструкция for. Цикл по массиву? Что-то серьезно? Типа я не знал, что так for выглядит. Если бы я не знал, что так выглядит for, я бы вообще не смог читать этот код. Это, опять же, бессмысленное бормотание. Старайтесь избегать таких комментариев. Следующий комментарий точно такой же бессмысленный, который просто описывает поведение. Если data null, то continue. Ну, и комментарии if data is null, skip. Да, ровно то же самое, что написано в этом коде. Она не добавляет никакой дополнительной информации. Бессмысленные комментарии не нужны. Удаляйте их безжалостно. Они только увеличивают длину вашего кода, а, как вы знаете, количество багов на единицу с трех кода константы. Таким образом, раздувая свой код бессмысленными комментариями, вы добавляете туда дополнительные баги. К сожалению, это так работает. Его просто сложнее читать, понимаете? Потому что бессмысленный комментарий нет, чего не помогает, а вносит просто бубнение. Удаляйте, не глядя, сразу. Ну, и дальше комментарии в таком же смысле. Не делайте так, они ничего не нанесут. Давайте посмотрим на вменяемый вариант. Здесь просто, по большому счету, удалены эти комментарии, и они ничего не добавляли. Все. Потому что фактически комментарии тут не нужны, потому что код самодокументирован, совершенно понятный. Единственное, что я бы очень советовал, все же добавить процесс дейта в меняемый javadoc. Это хороший комментарий. Еще немножко про плохие комментарии. Вот, смотрите, тут кусочек плохого кода, а затем remove this letter. Это, с одной стороны, хороший комментарий, тудушка. С другой стороны, ну, серьезно, все же в продакшн-коде эти туду должны быть удалены, и перед тем, как вы это коммитите, перед тем, как отправляете кому-то, все эти тудушки должны быть исправлены на то, что вы собирались сделать. Понятно, если вы коммите какой-то промежуточный результат, да, там, хай, остаются тудушки, это все равно лучше, чем ничего, да, просто вы это потеряете. Но если вы уже сдаете свою фичу, например, готовность, то тудушки должны быть исправлены на то, что вы там собирались сделать. Не оставляйте их в качестве, ну, вот, да, я здесь насрал, вы кто-нибудь за мной приберите. Фу, не надо таким быть. И особенно, знаете, ваши размышления по поводу, я что-то не понял, что это такое, зачем он тут лежит. Класс. Пусть и остальные программисты помучаются. Ну, вот, собственно говоря, код должен быть самодокументированным, то есть в коде должно быть понятно, что здесь происходит. В каком случае мы комментарии ставим? Когда код непонятен. Например, когда есть какое-то странное бизнес-требование, но которое с точки зрения логики выглядит очень дырным, то имеет смысл написать там комментарий. Так написано, потому что у нас такое бизнес-требование. Чтобы программисты, которые читали этот код, понимали, зачем тут эта кератар написана, да. То же самое касается странного поведения, например, там, двойной чистки данных или еще что-то. Вот, если нужно что-то странное сделать, напишите, почему это странное нужно сделать. Чтобы программист, который это читал, увидел, что да, да, я это сделал на осознанной, и это трогать не надо. Программист, который это писал, понимал, что делает. В этом случае да. Бубнить и писать здесь эссе совершенно не имеет никакого смысла. Теперь давайте поговорим про форматирование. Вот вам кусочек плохого кода, как вы видите, довольно плохо читается. Когда вот строки слеплены друг с другом, все в одну кучу. Согласитесь, тут написано очень простой кусочек кода, который с постоянным был бы понять человек, пишущий на любом себе подобном языке. Ты, наверное, и сейчас в состоянии понять, но согласитесь, если его просто нормально отформатировать, то он читается просто, я не знаю, в тысячу, наверное, раз проще. Потому что зачем? Давайте все-таки пользоваться свою IDE-шку, так, чтобы она вам ее автоматически отформатировала. Ну и вообще не забывайте про форматирование. Вот как выглядит этот же кусочек с нормальным форматированием. Согласитесь, ну, небо и земля. Теперь поговорим про объекты и структуры. Вот вам плохой код. Какой-то data holder, который содержит строку с данными. Вот вам, пожалуйста, метод, который принимает такой тип класса, который, собственно говоря, все, что делает, вытаскивает оттуда напрямую, без геттеров и сеттеров, эти данные. Внимание, вопрос. А зачем, собственно говоря, так сложно, когда есть, собственно говоря, сама строка, которую можно передать? Нет, я понимаю, если у вас помимо строки есть какое-то дополнительное состояние, например, не знаю, какие-то флаги, какая-то еще дополнительная вещь, или дополнительное поведение, которое что-то еще делает с этой строкой. Если же этот класс data holder все, что делает, это содержит эти данные, мы его выбрасываем, он не имеет никакого резона. Вот, пожалуйста, вменяемо описанный data holder. Тут, конечно же, нет больше никаких данных, кроме этой строки пока, но, по крайней мере, к этим данным есть сделаны вменяемые геттеры сеттер, и использование этого холдера уже имеет хотя бы какую-то минимальную осмысленность. Как минимум, оно соответствует стандарту языка Java, ну и вообще стандарту использования объектов. Внутреннее содержимое класса не должно быть доступно всем подряд. Инкапсуляция, помним об этом. Вот. Не нарушаем инкапсуляцию. Честно говоря, в данном примере, конечно же, этот класс выглядит абсолютно искусственным, но, скажем так, если вы собираетесь с этой строкой делать что-то другое, или строка у вас является просто временным хранилищем, а потом вы собираетесь заменить его на какой-то другой тип данных, для того, чтобы не переписывать это по всей системе, да, вы сделали такой data holder, потом внутреннюю структуру будете дотачивать отдельно, не влияя никоим образом на весь окружающий код. Это очень здоровское решение, в некоторых случаях спасает прям безусловно. Поговорим еще немножко про классы. Вот вам, пожалуйста, плохой код. Метод save сохраняет данные самого пользователя в базе данных. Метод print юзер почему-то печатает, видимо, данные. Что здесь плохо? Плохо здесь то, что в общем-то класс отвечает за непонятно что. С одной стороны, и пользователь, ну, класс пользователя содержит, по-видимому, здесь не написано, еще пользовательские поля, но еще умеет и сам себя сохранять, и сам себя печатать. Это не очень хорошая идея, в некоторых случаях она используется, но это прямо из Enterprise Patterns, и я думаю, что если вы пишете на условном Django или там Laravel или так далее, вы, я думаю, узнали Pattern Active Record, про который мы рассказываем у себя на курсе Enterprise Patterns. Кстати, приходите на него учиться. Но, в принципе, с точки зрения SRP, Symbol Responsibility Principle, о котором я тут говорил неоднократно, по нему, кстати, было отдельное видео, можете тоже посмотреть. По ситуации, когда бизнес-объект пользователя отвечает еще и за свою печать, еще и за свое сохранение, это очень неправильная ситуация. Как минимум, потому что очень сложно переиспользовать эти действия. Ну, вот, собственно говоря, пример, как бы было правильно, на мой взгляд, это и переизменить. То есть, сделать отдельный сервис, который будет сохранять пользователя, причатать пользователя, и вообще делать с ним, чтобы-то не было, и другое. Но это уже вариант, вместо Active Record, использовать Simple Domain Model. и с его, собственно говоря, Ормом по-видимому. Ну, в общем, да, как бы гораздо, на мой взгляд, разумнее. Ну, ладно, это выходит за рамки клинкода, это совсем другая есть отдельная история. Давайте еще поговорим про плохой код. Вот, например, кусочек кода, который сложно понять, и которым содержатся дубликаты, и он не минимизированный. Очень много кода, вроде бы, достаточно простого, ты на него смотришь, но такой, че здесь происходит вообще? Кто кого позвал и зачем? Одна сумма как-то так, другая сумма как-то сяк. Кто так делает? Вообще, что-то странное, хотя, казалось бы, совершенно примитивная работа, но что-то делается прямо очень странно. Вот, пожалуйста, в Java можно легко сделать вот таким вот образом. Буквально в две строчки абсолютно понятный и читабельный код, который просто суммирует любое количество параметров, как бы они не были переданы. Могут быть переданы любое количество параметров, в предыдущем только 2 или массив. А в этом можно и 2, и 3, и 8, и массив. Все равно. И который делает суммирование вменяемо с помощью использования библиотечной функции, которая работает быстрее и намного, как бы сказать, логичнее. Вместо того, чтобы перебирать их по символе, он просто использует библиотечную функцию, которая делает это гораздо эффективнее. Поэтому рекомендую. Мои дорогие, надеюсь, что вам понравился этот формат видео. Напоминаю, что в этом ролике спрятана вторая часть промо-кода для участия в конкурсе. Результаты мы опубликуем в сообщество 1 февраля. Быстрый прогресс часто оказывается временным, а постепенное и систематическое развитие с гораздо большей вероятностью приведет к долгосрочным результатам. Помни, быстро — это медленно, но без перерывов.